Наиболее социально значимый вопрос – компенсационные выплаты вкладчикам Приватбанка. Средства на эти цели получают от реализации ранее национализированного имущества Игоря Коломойского. За 2016-й заработали полтора миллиарда. Основная прибыль – 1,2 миллиарда рублей – поступила от продажи санатория «Форос». Такая же судьба постигла другие объекты стоимостью 246 миллионов, после чего с молотка ушел детский оздоровительный комплекс в поселке Виноградное. Изначально комплекс из летних домиков хотели отдать за 87 миллионов рублей, но к повторному аукциону стоимость снизили до 59. В этом году у нас, к сожалению, пока что на фонд защиты вкладчиков перечислено 205 миллионов 127 тысяч. Конечно, это не тот результат, которого мы ожидали. Ожидалось у нас по поступлению порядка 500 миллионов. Но вопрос в том, что, к сожалению, в настоящий момент нет такого спроса. На всей территории Крыма, в Ялте, Алуште и Симферополя остаются бывшие отделения банковской группы «Приват», встроенные в жилые и нежилые помещения. Тем временем на торги, запланированные на середину декабря, выставлены южнобережные санатории «Энергетик» и «Массандра». Базы отдыха оценивают почти в полмиллиарда рублей. Вместе с тем до конца года власти республики планируют не менее чем за 600 миллионов рублей продать на аукционах сеть из 24 автозаправочных станций, ранее также принадлежавших украинскому олигарху. Аукцион у нас объявлен, но нет заявок. Мы ждем, очень надеемся. Я пользуюсь случаем, также хочу привлечь внимание бизнеса, предпринимателей, не только крымских, но и российских, к данному имуществу, потому что эти комплексы рабочие, они в отличном состоянии, и нуждаются только в собственнике и в инвесторе, который бы их развивал. Другой проблемный вопрос – оформление земель. По словам Анны Анюхиной, при подаче заявлений нередко возникают сложности со сбором документов. Механизма оформления земельных участков при Украине не было. Вместо таковых – лишь архивные решения советских времен, которые не давали возможности дооформить собственные гектары. Мы эту ситуацию регулировали. То есть у нас есть три дорожных карты, которые касаются садоводческих обществ, и проведена полностью их инвентаризация. В Крыму мы насчитали и официально на учете порядка 850 таких садоводческих обществ. Общества с неперерегистрированными участками или без правоустанавливающих документов на землю смогут разрешить эти нюансы. А гражданам, вышедшим за пределы своего участка и получившим членские книжки на расширенную площадь, дается возможность узаконить владение. Практически все дорожные карты сводятся к одному. Для того, чтобы узаконить весь участок, весь массив садоводческого товарищества, необходимо, ну, во-первых, понимать его площадь, это площадь указанного инвентаризации, которую каждый муниципалитет во всех регионах Крыма проводил, и разработать проект межевания территории. То есть разработать такую документацию, которая в последующем дала бы право и определить общую границу четко на местности, и определиться с внутренним содержанием. Потому что где инфраструктура у нас, где у нас участки для граждан. Срок подачи заявлений о предоставлении земли садоводческими, огородническими и дачными объединениями продлен до 1 января 2019 года. Анастасия Сухарева, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.